Терпит бедствие еще одно предприятие Ивановского района. Рабочие Горинской птицефабрики вот-вот останутся без средств к существованию. На предприятии существенно сократилась заработная плата. Если раньше сотрудники в среднем получали 20 тысяч рублей, сейчас их доход 4,5 тысячи в месяц. Не премиальных, за 4 тысячи работайте, ходите и возить мы вас не будем. Народ весь оставит без зарплаты. Руководство предприятия перекрывает кислород, рассказывают рабочие. Предложили уходить в отпуск за свой счет до сентября или рассчитываться. Отменили бесплатные автобусы, которые развозили рабочих из районов. До нас дошла информация такая, что мужики, которые работали в убойном цеху, которые вышли на сидячую забастовку, большая часть из них была уволена. Это правда? Правда. Рабочие даже не предполагают, как сложилась такая патовая ситуация. Руководство на связь не выходит, причин не поясняет. Новости сверху доходят только через третьи руки. Потерпите. Единственное, потерпите. Ну это одно. Другой руководитель говорит, например, насколько мы знаем, с убойного цеха директора, он вообще говорит, нам эти промышленники не нужны. Даже вплоть до грубых выражений, нам эти промышленники не нужны. Откуда появиться деньгам на предприятии, если закладок яиц нет, кормов тоже, продажи стремительно падают. Не выдерживая накала, сотрудники массово увольняются. Я вот лично выходила на работу, ревела каждый день. Это невозможно было. Птица вот в клетках сидела, она просто больше половины мертвых просто лежала. Как это можно так издеваться было, я вот не понимаю. Не заселяли бы тогда. А то птицу заселят, она вся умрет, ее не кормят, она сидит в клетках голодная. Это я ревела вот каждый день. Те, кто работает на предприятии не один год, очень недовольны новой политикой руководства. По их мнению, бренд Горина серьезно подмочен. Они работают на привозной птице, везут из Бреста. Откуда только не везут эту птицу, а выдают ее как нашу. Среди сотрудников ходят слухи, что руководство использует не только привозную птицу, но и иностранный труд. Дешевая и безмолвная рабочая сила руководству выгоднее. Мы связаны там с водой, с канализацией. Мы можем остаться без всего. У нас тут школа средняя, большая, детский сад. Детей-то надо кормить, учить детей надо. А если нам, мы пришли на работу и нет работы, нам говорят, уходите, что нам остается делать-то? Загнанные в угол люди пока готовы работать, но недолго с такой мизерной зарплатой. Под угрозой не только градообразующее предприятие, но и жизнедеятельность поселка Подвязновский. Здесь достаточно трудно что-то сказать, тем более что-то сделать в данный момент, потому что предприятие частное и как-то повлиять на руководство этого предприятия, администрации Ивановского муниципального района, сейчас вот в это время не может. На сходе сотрудники предприятия выбрали инициативную группу. Леонид Моторин гарантировал поддержку со стороны администрации Ивановского района. Обещал, что активистов с предприятия не уволят. Первая встреча с главой Горинской птицефабрики и начальником Департамента сельского хозяйства назначена на 18 февраля.